Продолжение следует... Здравствуйте, дорогие телезрители и гости нашей студии. В эфире супертелевизионная викторина «Звёздный час». На нашей площадке, как обычно, шесть команд. Вот они, эти замечательные, красивые подростки разного роста, пола, возраста, но объединяет их одно – любовь к знаниям и желание их получать. На нашей передаче такая возможность им предоставится буквально через несколько минут. А сначала я хочу похвастаться нашими новыми декорациями. Всё совершенно новое, с иголочки, потому что всё лето мы, не покладая рук, этим тут практически занимались. А команды у нас не такие новые, им уже всем по 12-13 лет, немножко они уже, конечно, пожили. Итак, Юра Антонюк, посёлок Рыбное. Мечтает стать гонщиком. Сестра Оля играет в волейбол, любит телесериал. Ира Кузьмина, город Ярославль. Ира увлекается фотографией и бегает по утрам. Дядя Аркадий Дмитриевич, учитель физкультуры. Толя Коннов, город Самара. Занимается теннисом и дзюдо. Сергей Анатольевич, его папа. Он любит шахматы, охоту и рыбалку. Света Хабзюк, город Москва. Собирает мягкие игрушки. Мама Раиса Андреевна, юрист. Женя Гусев, город Шацк, Рязанская область. Женя увлекается музыкой. А Лидия Анатольевна, мама, врач, страшно подумать, инфекционист. Оля Белова, город Струнино, Владимирской области. С мамой Леной Анатольевной. Мама, учитель. Оля, ученица. Можете любит рисовать. А многие упрекают нашу программу в излишней академичности. Ну, говорят, что мы, мол, все время про писателей да про поэтов. Давайте что-нибудь поживее. Мы отчасти согласны с этими упреками. И в данном случае я хотел бы предложить нашим участникам что-нибудь такое выкаблучить. Или что-нибудь такое выпендриться каким-нибудь образом. Но, конечно, не за бесплатно, а за звезду. Кто что-нибудь сделает достаточно интересное и смешное, получит звезду. И согласитесь, что звезда в нашей игре кое-что дозначит. Итак, давай начнем с Юры. Юра, ты что-нибудь можешь нам такое исполнить? Нет? Нет? Так. Ира. Анекдот. Вчера придумал анекдот? Ну, давай. Выходят на передачу «Звездный час» Витцин, Маргунов и Никулин. Перед ними висят три картины. Якубович из «Поль чудес», Жора из «Марафона 15» и Сережа из «Звездного часа». Им задают вопрос. Как вы думаете, кто из них может больше всех съесть? Витцин говорит, Якубовичу дарят вон целую кучу призов съедобных. И по глазам его видно, что он их после передачи ест. Это точно. Маргунов говорит, смотрите, какая у меня фигура и какая у Жоры. А я могу съесть целого быка. А Никулин говорит, нет, не Жора и не Якубович, а Сережа. Потому что он сначала сладкие призы вывозил на тележках, потом тележки эти ему уже не понадобились, он выносил их призы сладкие на руках. Потому что их все меньше и меньше становится. Да. А потом они исчезли, и появился сок. Да и тот пропал. Вот это да. Немножко долго. Немножко долгий анекдот, но я бы даже сказал, что он сатирический. Ну что ж, ладно. Толя, ты что-нибудь нам сделаешь? Света? Женя? Сейчас, сейчас, сейчас все будет. Я хотела передача «Звездный час» подарить книгу Есенина со сборников его стихов и прочитать оттуда отрывок. Наизусть? Да. Край любимый, сердцу снятся с кирды солнца в водах лонных. Я хотел бы затеряться в зеленях твоих стозвонных. По меже на переметке резида и риза кашки. И вызвенивают в четки и выкротки и монашки. Курит облаком болото, галь в небесном коромысли. С тихой тайной для кого-то затаил я в сердце мысли. Все встречаю, все приемлю. Рад и счастлив душу вынуть. Я пришел на эту землю, чтоб скорее ее покинуть. Какое грустное стихотворение. Я пришел на эту землю, чтоб скорее ее покинуть. Но ты пришел на нашу передачу не для того, чтобы скорее ее покинуть, правильно? Я надеюсь, ты пройдешь приблизительно до финала. Как ты считаешь? Не знаю. Ну а что ты нам подаришь, Оля? А я хочу с вами поиграть. Во что? Раньше на Руси были такие забавы. Я буду говорить с стихотворением сюжет, а вы будете его пересказывать потом. Давай. Вдруг из-под собаки лают ворота. Мужик подбежал, схватил собаку, стал ею бить палку. Собака амбар-то поджала и под хвост убежала. Что здесь случилось? Значит, шел мужик. Собака вылезла. У мужика оказалась палка. И он стал бить собаку по голове. И собака убежала. Так? Правильно. Догадливый. Это я звезду должен получить теперь. Всем троим я вручаю звезды. Боже мой, мы потеряли огромное количество времени. Сегодня напомню еще раз, что у нас новые декорации и вот это новое маленькое правило. Причем, дорогие телезрители, когда вы будете посылать нам ваши письма с заявками на участие в нашей передаче, пожалуйста, указывайте в них, чем в начале нашей программы вы собираетесь нас удивить, поразить, насмешить, разгневать и так далее и тому подобное. Итак, в эфире «Звездный час» мы начинаем. Очень по теме Жениного выступления наши первые восемь картинок. Это, как вы догадались, поэты. Поэты наши русские. Тютчев, Лермонтов, Пушкин, Блок, Фетт, Маяковский, Есенин и, конечно же, Некрасов. Вопрос. Я буду читать стихотворные строки, а вы мне быстро будете указывать номер поэта. Лицом к лицу, лица не увидать. Большое видится на расстоянии. Ну, Евгений, тут ты должен ответить правильно. Догадайся, почему. Ну, догадался. Догадался Женя и догадалась Оля. Конечно, это Есенин. Это строчка из письма к женщине. Но только Женя получает звезду, потому что, увы, Ольна-мама в самый последний момент подняла неправильную табличку. Женечка, вот тебе вторая звезда. И опять за Есенина, смотри. Есенин тебе приносит счастье в нашей сегодняшней программе. А следующая строчка звучит так. Бокалы пенем дружно мы, и девы розы пьем дыхание. Быть может, полные чумы. Очень интересный вопрос для Лидии Анатольевны, врача-инфекциониста. Потому что чума, как известно, инфекционное заболевание. Пожалуйста, таблички. И девы розы пьем дыхание, быть может, полные чумы. Пир во время чумы. Александр Сергеевич Пушкин. Конечно, Юра и Толя получают звезды. И Лига заберет на одной ней наши площадки, потому что идеально правильно ответ дали все родители. И только Юра и Толя из наших участников подняли таблички номер три. Поздняя осень, грачи улетели. Это про нас, сейчас про нашу с вами жизнь. Лес обнажился, поля опустили. Ваши таблички, мои дорогие. Ваши таблички, родные мои. И только маленькая девочка Света Хавзюк из Москвы знала, что это Николай Алексеевич Некрасов. Конечно же, это Николай Алексеевич Некрасов получает звезду Оля Хавзюк. Ты еще жива, Ирочка, это к тебе я обращаюсь. Ты еще жива, моя старушка. Жив и я. Привет тебе. Привет. Таблички. О боже, о боже. За что же вы, Александр Сергеевич, ты бедного старушонкой-то обручили? Это Сергей Есенин. Конечно, Женя. Фантастика. Евгений Гусев из города Шаско-Рязанской области. На Есенине Сергея проехал сегодня половину первого тура. Женя, не хочешь вперед двинуться, вперед выйти? Нет? А теперь можно хлопать. Вот теперь есть чему хлопать. АПЛОДИСМЕНТЫ Люблю грозу в начале мая, когда вечерний первый гром. Это Федор Иванович Тютчев. Конечно, Тютчев, Тютчев. Юра, Юра, Юра и Света Хавзюк. Великолепно правильный ответ. И они догоняют нашего Есенина-Веда Евгения Гусева. Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Таблички. Таблички, таблички, таблички. Жду таблички номер 6. Дождался, конечно. Оля и Толя. Толя и Оля. Владимир Владимирович Маяковский. Конечно, табличка номер 6. И все получают звезды. И Толя, и Оля, и, конечно же, получают звезды, потому что родители с восторгом подняли тоже табличку номер 6. Ирочка. Сейчас нужно приложить фантастическое усилие, чтобы не проиграть. Но посмотрим, как пойдет. Итак. Черный вечер, белый снег. Ветер, ветер. На ногах не стоит человек. Аптек. Ну? Ну? Трудно, но намекну. Там еще в белом венчике из роз впереди Иисус Христос. На всякий случай. Ну, вдруг пригодится. Нет? Ночью улица фонарь, аптека. Нет? Не пойдет? Таблички. Ну, надо же. Фантастическое провидение проявляют Толя и Света. Это действительно Александр Блок. Табличка номер 4. Это отрывок из поэмы 12. Вперед. И теперь горы аплодисментов, потому что этим ребятам повезло, они вышли во второй тур. Ночевала тучка золотая на груди утеса великана. Казалось бы, да? У стихотворения даже нет названия. Между прочим, оно во всех книгах обозначается в выглавлении первыми строчками. Вот именно этими строчками. Ночевала тучка золотая. Таблички. Ночевала тучка золотая. А поднять надо табличку номер 2. Совершенно правильно. Это Михаил Юрьевич Лермонтов. Опять же. Ира Кузьмина, поздравляю тебя. Ты первый раз дала правильный ответ. Кажется, ты опомнилась. А Женя вышел во второй тур. Хорошо. Ах, лето жаркое. Любил бы я тебя, когда б не зной, не комары, да мухи. Таблички. Конечно. Это Александр Сергеевич Пушкин. Да. Мало того. Мне кажется, что это даже из Евгения Онегина. И Оля Белова выходит во второй тур. Оставляя позади себя двоих участников. Юру Антонюка и Иру Кузьмину. Вам за участие в нашей передаче на память целая коробка яиц шоколадных. И тебе великолепные куклы Барби. Но. Эта кукла непростая. У нее такие вот есть крылья пластмассовые, да? У каждой девушки должны быть крылья. И баллончик с мыльной пеной. Вот за это нарисовано, как эта Барби будет летать и выпускать пузыри. Представляешь? Вот теперь ты являешься уникальной обладательницей. Это только что поступили игрушки в продажу. Они только что появились на прилавках наших магазинов. А у тебя она уже есть. А тебе целую коробку шоколадных яиц и фотоаппарат. Смотрите, настоящий фотоаппарат. Еще с пленкой, со вспышкой. Что у тебя в руках? Смотрите, этот рисунок. Этот рисунок? О, я принимаю этот рисунок. Смотрите, с восторгом. Тут нарисована собачка. Фотография на память. Ну, а мы продолжаем нашу игру и переходим во второй тур. В эфире «Звездный час». АПЛОДИСМЕНТЫ Начнем наш второй тур с обзора количества звезд у наших участников. Итак, три звезды имеет Оля. Женя имеет четыре звезды. Пять. Целых пять звезд имеет Света. Представляете? И четыре звездочки у нашего замечательного Толи. Вот такое количество звезд поможет нашим участникам вести борьбу дальнейшую за замечательные призы, которые в нашей программе, как обычно, яркие, красивые и дорогие. Так вот, что у нас за призы? Телевизоры, магнитофоны, к этому мы уже привыкли, шоколадные яйца. И новая коллекция Барби, друзья мои, вы такого еще не видели. Тут Барби-парикмахера, Барби-наездница, Барби-гимнастка, Барби-летающая на крыльях с пузырями. Ну и, конечно, гордость коллекции, то, что мне больше всего нравится, небритый Кен. Да, Кен небритый, у него щетинка, но к нему прилагается такой маленький наборчик для бритья. Причем борода у него отрастает ежедневно. Вот что удивительно, каждый день у него растет борода. Вы можете сбрить, утром проснетесь, а у него снова борода. Как это сделано, большой секрет фирмы и нашей программы. А сейчас я предлагаю вам все-таки обратиться к нашей замечательной трубе. Это новое слово в технике. Сейчас оттуда по моей команде вывалится 9, 9, а не 10, как прежде, кубиков. Итак, ну с Богом, первый раз кубики. Смотрим. Студия. Итак, вот они, эти замечательные кубики в нашей новой суперэлектронной, еще более суперэлектронной, чем в прошлой трубе. А, Т, Р, Н, В, Ж, К, О, Е. 9 букв по количеству мониторов на нашей видеостине. Итак, 9 букв. Участники могут себе любую букву еще выбрать, потому что у них это право есть, так называемая звезда. А зритель нашей студии, конечно, такого права не имеет. Вот все буквы, которые перед вами, только ими. Ну, пожалуйста, и упражняйтесь. Время не стекло. Пожалуйста, отложите ваши ручки и бумагу. И с завистью черной слушайте, какие слова нам составят наши гости. Пожалуйста. Конверт. Конверт. Аплодисменты. Действительно, слово конверт, 7 букв, всего-навсего из 7 букв. У кого еще есть слово из 7 букв? У вас, да, другое, чем конверт? Пожалуйста. Кентавр. Браво! Тоже слово из 7 букв. Кентавр. И к тебе, рыжая, давай. Антракт. Антракт, две буквы А, к сожалению. А так все хорошо. Я прошу сюда выйти. Авторов слов конверт и кентавр. Вот они, эти замечательные граждане. Один из них очень юный. Как тебя зовут? Саша Луновенко. А вас? Наталья Ивановна. Фамилия? Антонюк. Вы не родственница игроку по фамилии Антонюк? Я его мама. Какое чудо! Смотрите, волшебник случай разобрался таким образом, что сын пал в первом туре, а мать подхватила знамя и несет его по нашей программе дальше. Вот эта коробочка, видите, перед вами стоит. Там шоколадные яйца. Окей. Это все понятно. Вы получите каждый по коробке. Но внутри еще там приз лежит. Кто из вас догадается, что за приз внутри, тот его и получит. Дадим Саше право первому угадать. Это электронная? Да. С буквами и цифрами. Да. Калькулятор? Нет. Записная книжка? No. Ну, соображай, время идет. Часы. Догадался! Догадался, Сашка, догадался. Часы выиграл. Смотри, Саша, какие часы. Возьми в руку. О, вот это да, посмотрите. Это такое смекалка и догадливость в одном флаконе. Это Саша. Ну, конечно, ты получаешь целую коробку шоколадных яиц. Но, Наталья Ивановна, и вам тоже точно такую же коробку вы получите. Спасибо большое. Занимайте места в нашем зрительном зале. Ну, а я перехожу к нашим участникам, вернее, к их родителям. Вот у меня в руке звездочка, которую получит команда, составившая самое длинное слово, я имею в виду родителей. Итак, я направляюсь к вам, мои милые три женщины и милый мой мужчина. Ваше слово? Пять букв. Жетон. Жетон. Не густо. У вас? Шесть. Семь букв. Тревога. Тревога. Ммм, аларм. Восемь букв. Антрекот. Антрекот. Два раза буквы Т, но вы имели это право. Звездочка. Я думаю, что у вас самое длинное слово. Аплодисменты. Аплодисменты маме-юристу. Вот вам звезда. Позвольте, я от вашего имени вставлю ее в тележку вашей дочери. Знаете, какой она станет по счету у нее? Шестое. Совершенно верно. Шесть звезд уже. Светы. Ну, а теперь самый напряженный момент. Твое слово. Кот. Кот. Три буквы. Не густо. У тебя? Контур. Контур. Прекрасно. Звезда вместо У. Замечательно. Шесть букв. Окно. Окно. Четыре буквы и? Икона. Пять. Икона. Пять букв. Самое длинное слово. Естественно, у Жени. Женя, пойдем со мной. Опять буду хвастаться. Буду теперь хвастаться я нашими ящиками. Хорошие ящики. Да. На них теперь нет номеров, но есть цвета. Вот этот большой красный ящик. Является самым опасным в нашей игре. В нем, судя по его размерам, ты понимаешь, может поместиться телевизор, видеомагнитофон, компьютер, пару игровых приставок, Super Nintendo, например, и всякий чески другой шоколад. Но цвет он красного, поэтому он очень рисковый. В нем может ничего не оказаться. Даже я клянусь тебе, сейчас не знаю, что в нем есть. И есть ли что-нибудь. А в остальных ящиках, как обычно, звезды, маленькие подарочки, призы побольше, холодильники, телевизоры, видеомагнитофона. Итак, какой ящик ты откроешь? Оранжевый. Вперед. Какой? Вот оранжевый. А, вот этот. Да, давай, с Богом. Показывай. О, вот так вот. Объясни, пожалуйста, по какой причине ты открыл именно оранжевый ящик? Не знаю. У тебя любимый оранжевый цвет? Нет, у меня любимый синий цвет. Любимый синий цвет. Итак, тайна красного ящика по-прежнему не открыта. Аплодисменты Жени. Любимый цвет синий, но здесь синего цвета нет. И поэтому Женя выбирает оранжевый ящик и не прогадает. Получает целый магнитофон с приемником Sony. Или просто приемником. Ну, а сейчас, дорогие мои, я вам предлагаю похлопать Оле. Потому что она, увы, покидает нашу площадку, потому что составила очень маленькое слово. Кот. Спасибо вам за игру, вам спасибо за аплодисменты. И, конечно, не с пустыми руками вы от нас уйдете сейчас. А вот Дарья нам приносит очередной шедевр. Ну, коробка шоколадных яиц, это уже традиционно. А это чудо Барбина-изница. У этой Барби ножки гнутся таким вот особым образом. Она может ездить на лошадке, может просто так ходить. У нее есть шапочка жакейская, сапожки и кубок. Она уже кубок этот выиграла. Ты ей будешь давать кубок, потом отбирать, потом снова давать. Спасибо за участие в нашей игре большое. Прощайте. И фотографии на память. А мы продолжаем нашу игру, несмотря ни на что. В эфире «Звездный час». Переходим в третий тур. Итак, третий тур программы «Звездный час» в эфире. А значит, на нашей площадке осталось не так уж много участников. Попрошу вас им поаплодировать. А я напомню вам их замечательные имена и фамилии. Итак, Толя Коннов, город Самара. Света Ховзю, город Москва. И Женя Гусев, город Шацк. Давайте начнем наши логические цепочки с такого музыкально-танцевального вопроса. Черные глаза. Цветущий мой. И брызги шампунского. Все это танго. Или, если мы будем его склонять, то будут танги. Не склонять, а изменять по числу. Это название танго. Вы умеете танцевать танго? Умеете. Значит, вы поднимете табличку и покажете мне название того танго, которого нет в природе. Да. Молодец. Дорогой мой Толя Коннов. Тангист ты мой. Действительно, музыкальная пьеса «Цветущий май» не является танго. Это не танго. Пожалуйста, вперед. Мы с вами танцевали танго, а сейчас мы будем вспоминать живопись. Живопись перед вами представлена в виде трех художников. Суриков, Куинджи и Шишкин. Слыхали про таких? Может быть, даже видели какие-нибудь их произведения. Я считаю, что все это пейзажисты. Они все специализировались в жанре пейзажа. Что такое пейзаж, вы знаете, да? Это речка, коровки, деревца. Друзья мои, хоть вы меня убейте, но я не помню, чтобы у Василия Ивановича Сурикова был хоть какой-нибудь маломальский приличный пейзаж. Действительно, он был художником-монументалистом. Табличка номер один. Толя поднял ее первым и получает звезду. Ба, Толя, у тебя пять звезд. И ты, если мне не изменяют глаза, они мне не изменяют сегодня, вышел в финал. Аплодируем Толе. Светочка, ты тоже подняла табличку номер один. Что ты стоишь тут? Двигайся. Только ты звезду не получишь, потому что Толя первым поднял. Итак, география страны Франция, Австрия, Испания. Вопрос очень интересный. Если вы внимательно смотрите нашу передачу и следите за ходом нашей игры, то вы должны ответить на этот вопрос стопроцентно точно. Я считаю, что во все эти страны отправлялись победители передачи «Звездный час». Если тут есть ошибка, табличка. Если нет ошибки, табличка ноль. Во как. Во Францию, считайте, не отправлялись. Как же, как же, мой дорогой. Франция, можно сказать, там родина наших участников. В Австрии побывали. И Испанию посетили. Конечно, табличка ноль. Здесь все правильно. И Света Харзюк выходит в финал. Света выходит в финал. В напряженнейшей борьбе Женечка Гусь. Извини, пожалуйста, город Шацк, Кризанская область, плачет по тебе, потому что для тебя наша программа подошла к концу. Но я вижу в руках у твоей мамы приемник Сони, который ты так ловко выудил из нашего оранжевого ящика. Спасибо вам большое за игру. И сейчас на память об участии в ней вы получите от нас великолепные призы. Это коробка шоколадных яиц. Калькулятор тебе, Женя, для математики. И великолепный Лев Симба. Знаешь, кто я такой? Да. Кто? Король Лев. Совершенно верно. Это главный герой мультфильма Король Лев. У него растет большая пушистая грива, но эта игрушка позволяет гриву прятать. И он опять становится маленьким. Пожалуйста, спасибо вам большое за участие в нашей передаче. Фотография на память. И всех вам замечательных успехов. А я закрываю мою папку, потому что она мне больше не понадобится. Мы переходим к самой волнующей части нашей программы. Мы переходим в финал. В эфире Звездный час. Итак, в финал нашей программы вышли Света Хабзюк из Москвы и Толя Коннов из города Самары. Напомню, что у Светы шесть звезд. Вот эти звезды у нее с собой теперь на столе. Ей будет очень удобно с ними расставаться. А у тебя, Толя, всего пять, к сожалению. Поэтому у тебя как бы шансов меньше. Но постарайся. Я вам сейчас покажу слово. Вы из него будете вставлять маленькие слова. Кто больше составит, тот и победил в нашей программе. Последний тур. Финал. Остановка. Остановка нашей игры и слово остановка. Время и стекло. Пожалуйста, отложите ручки и бумагу. Напомню еще раз, что у Светы шесть звезд. Вот твои звезды. А вот твои звезды, Толя. У тебя пять. И ты начинаешь первым как мужчина, как мальчик, как будущий рыцарь. Пожалуйста. Нос. Хорошо. Сон. Тон. Угу. Танк. 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 Хорошо. Оса. Оса. Сотка. Хорошо. Сова. Сова. Стан. Стан. Кон. Кон. Нота. Нота. Сок. Сок. Тон. Тон. Тон был уже, по-моему. Был. Был у Толи тон. Воск. Воск. Хорошо. Вата. Вата. Коса. Коса. Сок. Сок. Сок был. Сан. Сан. Мама. Зову. Мама. А звезды не хочешь трогать? А мне в голову пришла идея, знаете, какая? Давайте я приведу ваши звезды как бы к общему знаменателю. Сокращу их все на пять Толиных и получится, что у Толи нет ни одной звезды, да? А у Светы только всего одна. Правда? Это же будет по-честному, да? Пожалуйста, ваши слова. Стан. Был. Стан был. Окно. Окно. Кот. Кот. Вон. Вот это не существительное, к сожалению. Ток. Ток. Ток, да. Наст. Наст. Считай до трех. Если слова нет, я беру звезду. Раз. Звезда. Все. Последней звезды лишилась Света. Полная равная борьба. Замечательно. Толя, ты пока выдержал. Твое слово? Папа. Папа. Папа слова не получается, но папа идет. И у папы-то уж слова найдутся, я надеюсь, для сына-то в этот момент. Давай. Итак. Стакан. Стакан. Конечно, какое слово мог принести папа? Стакан. Тан. Кто? Тан. Что такое там? Напиток в Армении. Армянское, очевидно, слово, да? А у нас же... Ну, в России там, но в Африке, конечно, тоже там. Нет, знаете, нужно русское слово, конечно, не пойдет. Раз. Два. Это тоже не существительное, к сожалению. Сон. Сон был, к сожалению. Был сон очень давно. Нос тоже был. Воск был. И кот был, да. Да, все было. Первый раз не было только одного. У нас никогда еще, никогда еще Толя Коннов в нашей передаче не выиграл. А вот сегодня взял, да выиграл. Выиграл Толя Коннов, победитель нашей программы, благодаря папиному стакану. Пришел папа, принес стакан и Толя выиграл. Так всегда в жизни и бывает. Церемония награждения. Света Хавзюк со своей мамой. Великолепно играли, дошли до финала, но в самый последний момент им не хватило всего одного слова. Хотя в них была лишняя звездочка. Светочка, спасибо тебе большое. Я отдаю твоей маме коробочку шоколадных яиц. Она ей распорядится, как знает. А тебе, миленький, от нашей программы скромный подарок. Автомобиль. Автомобиль Мустан. Огромный автомобилище Мустан. И в нем две пассажирки сидят. Барви и ее подруга. Как тебе наш подарок? Нравится. Нравится, конечно, нравится. Спасибо огромное за участие в нашей передаче. А герой нашей программы Толя Коннов, пожалуйста. Толя Коннов. Маленький мальчик с огромным папой. Они хладнокровно, можно сказать, даже где-то жестко выиграли в нашей программе в самый последний момент благодаря папе. Толя, ты получаешь от нашей программы маленький сувенир. Ну, во-первых, конечно, коробка шоколадных яиц. Это вам. А тебе такую маленькую коробочку, Толя. За которой тебя не будет видно совершенно. Авто Сити. Огромный гараж с машинами, самолетами и всем многообразием автомобильного мира, какой только есть в мире. Но и это еще не все. По традиции нашей программы ты получаешь диплом победителя. Вот он. И путевку в Испанию. Держи. Несколько слов на прощание. У нас осталось еще несколько секунд до конца нашей программы. Я рад, что попал сюда и выиграл в звездном часе. Я бы хотел передать привет моим друзьям, одноклассникам, учителям, родным. И благодарить маму с папой, которые меня сюда привезли. А папа что скажет? Ну я рад за сына, который уже в таком достаточно юном возрасте умеет ставить какие-то цели, их добиваться. Что он, в общем-то, как мне показалось, неплохо сделал. Это была его инициатива. Он, в общем-то, справился, что хотел, то добился. Ну и я, в общем-то, хотел поздравить всех школьников, которые участвовали в этой передаче, сидят в этой студии. С наступившим Новым Годом. Желать им... Ой, виноват. Ну и, естественно, у меня учебный Новый Год. Да, мы уже не в поезде. И я считаю, что это была хорошая разминка для всех, кто в этой передаче участвовал. И я так считаю. Поздравляю вас с Новым Годом, с 8 марта и со всеми другими наступающими праздниками. В эфире был «Звездный час». Это был Толя Коннов. До встречи в следующий понедельник. Пока. Субтитры подогнал «Симон»